Тут нужна информация, что ты доволен выступлением. Это правда? Я был доволен, пока ты мне не напомнил про штаты, которых я уже не был два года. А что там делать? Что там делать и выступать? Сузель православный. Россия скрепы. Насколько я знаю, ты выступаешь на соревнованиях только тогда, когда готов снять какой-то рекорд? Нет. Я всегда считал, что я почти готов снимать рекорды. Но у меня организм с каждым годом, с каждым месяцем, может быть и днем, спускаясь с небес на землю и говорит мне, типа, эй, пацан, успокойся. Ну, сегодня, получается, были амбиции на сумму? У меня сегодня вообще не было никаких амбиций. У меня была крайняя тренировка легкая в среду, я там чуть не помер. Но на приседе 180 и на жиме 130 тянул там, ну, в тяге еще как-то, ну, болело после приседа. Ну, как-то, и тоже, ну, короче, вообще было непонятно. Я думал, блин, да как так выступать, если у меня все болит? Прям, ну, все болит. Все это время у меня, как бы, плечо больше беспокоило, вот, за которое я не мог сжать и потом приседать. Не мог, потому что, ну, из-за нарушения ротации не мог нормально забить штангу на плечи. И меня разворачивало и спазмировало правую сторону. Присед и жим как бы стандартно, но я ничего вообще не поднял в зале. То есть, если сопоставлять те результаты, что были в зале, очень даже классно получилось. На опыте. И в приседе, и в жиме все прям получилось хорошо. Дови, дави, 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 дави! Первый подход я замазал, вот. Я еще, в принципе, чувствовал, что какая-то херня еще, когда, как бы, тренировался, в принципе. Вот. Чувствовал, что я стал более деревянный, потому что я не тянулся долгое время. И вообще ничего не делал, по сути дела, как такового. Ширина постановки ног мне уже не подходила. И тут, как бы, стал тянуть, ну, как обычно. Думаю, ничего выдумывать не буду. А надо было выдумывать, на самом деле. То есть, нужно было подстроиться. Мне показалось сначала, что у тебя были претензии к отману. Гневный взгляд твой. Буквально хватило, там, четверть секунды. Как бы, все люди сначала ищут причину в ком-то, а потом, когда успокаиваются, блядь. Ну, типа, тут, как бы, блин, мой косяк. Бывает, да, такое, ты только не успеваешь поднять, тебя сразу машут. Но, как бы, рассчитывать на такое судейство, тоже, как бы, глупо. Я там не стоял, не ждал, там, тоже полминуты. Знаешь, там, и, как бы, вот, только раскрылся. В теории можно было бы давать, но тут, как бы, тут все нормально, все нормально было. Как бы, я все проанализировал, скорректировал, и она в 45 как пустая реально залетела. То есть, я там по запасу еще сорокет ощущал. Смело. Вот. И я такой уже все прям, весь на кураже, уже там, чуть ли не четвертый подход уже планирую, дополнительные тяги рекордные. Вот. А вышел на треть на 425, чтобы, ну, в сумме на два с половиной перекрыть свою желтая. И все, она у меня прям, этот, встала колом, и большая приводящая на девой ноге прям натянулась, и все. К сожалению, попытка неудачная. На этом мы заканчиваем матом. Ну, это было бы борзо, если сегодня еще был бы ултайм, потому что, ну, я вообще, реально, как бы, ни на что не рассчитывал. Я думаю, что сейчас я буду разминаться, мне будет все болеть, и мне, скорее всего, просто будет проще сняться соревнование, чем, знаешь, там, вот это вот жалкое зрелище устраивать. Вот. Ну, вот, поэтому, вот именно поэтому я рад, что все получилось, что я не слился. И в теории даже можно было бы и во все девять подходов сработать во второй раз в своей жизни. Ну, короче, что получилось, то получилось. Главное, что я теперь опять этот, хоть в настроении, и... Ну, можно по родительству все-таки не бросать. Вес взят! Мне вот на момент показалось, на момент показалось по твоим соцсетям, что ты чуть ли не в армрестлинг уходишь, и с пауэрлифтингом завязываешь. Нет, я с пауэрлифтингом не завязываю, я буду совмещать пауэрлифтинг и армрестлинг. А как так резко получилось, что в твоей жизни появился армрестлинг? Ну, не так резко, но получилось. Ну, там пиздец... Просто... Может, ну его нахуй в армрестлинг? Хоть я сейчас в последнее время, знаешь, все время у меня восстановление, там, лечение и тому подобное, но... Как бы мой организм особо к травмам не предрасположен. Фу, блядь! Я считаю, что я могу совмещать арм и пауэрлифтинг. Ну, арм мне всегда был интересен, на самом деле, с детства. Вот. У меня стаж в армрестлинге больше, чем в пауэрлифтинге. В подпольном армрестлинге больше, чем в пауэрлифтинге. Да, с перерывами. А что сказали профессионалы? Наверное, как ты с ними спрендовал? Нет, я сразу же нашел себе тренера хорошего. Ваню Доброрезову. Вот в Ростове. Туда степенически мотаюсь. Юрий Белкин целенаправленно приезжал в Ростов-на-Дону ко мне на недельку по заниматься армрестлингом. То есть у нас была такая некая тренировочная сессия. Я считаю, что он меня, конечно, перехваливает. Хотя он в плане похвалы такой же, как и я. Знаешь, как бы скуп на похвалу. То есть надо прям заслужить. Он обладает просто выдающимися силовыми показателями. Плюс генетика Юрия. У него очень развитые предплечья. Несмотря на то, что он их не тренировал до этого момента специально. Но, тем не менее, они очень развитые. И очень сильный хват. Очень сильные сгибатели предплечья. А это сказывается усталость от пауэрлифтинг? Ты уже поднадавил он? Ну, в любом случае, знаешь, как говорится, готов с Ани летом. Рано или поздно пауэрлифтингом нужно будет завязать. Нужно быть объективными в этом плане. В армрестлинге там тоже будь здоров, травм не хватает? А в армрестлинге? Ну, согласен. Да, но это возрастной вид спорта. То есть, там вполне можно выступать и выступать до хрен знает скольких лет. На самом деле. Потому что там же на промодвигательный аппарат такой нагрузки-то нет. Там даже вообще не сопоставимые вещи абсолютно армрестлинг. Там наоборот, там стараются ноги с ногами ничего не делать, чтобы не переходить к категории. Ну да, но ноги там все равно участвуют очень даже. Решетников Александр Сергеевич, город Киров. Все. А, прямо с Киров? Да, город Киров, да. Поселок Радужный. Живу Радужно. Какой у тебя стаж тренировок? Пошел пятый год с 18 лет. То есть, сейчас тебе? 22. Прямо слава вас выращается, Решетников Александр. Как тебе молодой, перспективный Решетников с тобой выступал сегодня? Ну, с тем как раз только что с ним общались. Молодец. Вообще молодец. Есть у него будущее? Ну, я думаю, да. Почему нет? Ну, у него как бы рычаги такие оптимальные, хорошие, но слишком большие объемы. Он слишком залитый. Это ему в тяге очень мешает. Приседи в жиме это для него преимущество. Он прям такая вся амплитута, коротенькая, складненькая, так все как надо. Большие беды. Вот. А в тяге он просто прям, блядь, заворачивается в ляжке своей. И все. И тут. Тащи, 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 тащи. Молодец. Давай. Ну, и еще самая основная проблема была, это его драное трико на жопе. Ну, как бы это не серьезно. Я-то эстет, блядь, но это было наблюдать, конечно, так себя. Я эстет, блядь. Я эстет, блядь. Особенно в манере речи, да? Двести... Десять килограммов. Двести... Двести килограммов. Как бы тут сразу было понятно, что парень горит, что парень способный. Ну, мне там видосики скинул свои. Вот. Еще мы с ним там, так скажем, первую недельку пообщались. Он, потому что в ФПРе же выступал на тот момент. И как бы я пытался вроде бы убедить, что давай в сборную попытаемся в юниорскую попасть. А он так что-то помялся и говорит, ну, нафиг не хочу. Хочу вот альтернативу. Ну, я развел руками, потому что я в это не лезу. Как-то у меня с ФПРом не особо сложилось. Вот. Я захотел выступить в альтернативе. Ты слишком быстро прогрессировал, и они усомнились? Ну, да нет, не в этом дело. Просто как-то, ну, не получилось. Маленько у меня с федерацией так. Ну, контры пошли легкие, да, с федерацией, да. Ну, и потом пандемия, ну, и вот. Я ушел в альтернативу. Я ушел в 105-й, да, в классике. В экипировке не выступал ни разу. Только в классике. Я его просто под свои какие-то планы, да, сразу зарядил, и все у него нормально стало получаться. Ну, немножко он там поскрепел где-то как-то. Привык, тянулся. Поскрепел в смысле жаловался? Ну, и такое бывало, да, немножко. Немножко на начальных этапах. Ну, у него там просто болячечки были там в спине. Ну, все это решилось. Как тебе с Николаем Шуслом? Ну, как лично все. Все устраивает. Очень, ну, как сказать, отличные отношения, как у отца и сына. Вот такие вот очень. Насколько удалось прогрессировать, занимаясь с ним? Ну, неплохо очень. Потому что без него у меня был лучший результат. Восемьсот восемьдесят в руках. Ну, сейчас восемьсот девяносто. Вот так вот и добавил по чуть-чуть. Антон Викторович, ты был героем первого выпуска «Ровной техники», которая пока в отпуске, но скоро она появится в эфире, надеюсь. Ты разбирал технику приседания, жима, тяги. Что по решетнику можно сказать? Мне приседание, жим очень нравится. В тяге он сильный, но бедра ему мешают. Во-первых, да, он бедрастый, но у него отличная растяжка. Он раскрывает таз, раскрывает колени. То есть носки у него очень сильно развернуты и тяга выглядит. Вообще центр тяжести очень близко к грифу. И мне кажется, прям тяга тоже выглядит классно. На самом деле, с точки зрения техники, еще раз говорю, мне очень нравится, как он подымает. Это не идеально, но это близко к идеальному. И в таком возрасте, поднимая такие килограммы, такое дается крайне редко и мало кому. По крупному подсчету каких-то таких моментов, чтобы покритиковать, ни желания нет, ни возможности нет. Поэтому молодец парень, крутой. Ты выступаешь до 100 килограммов, да? Да. Как удается весить 100 килограммов, если каждая нога у тебя по 50? Ну как это так получается? Я сам не знаю, почему так выходит. Легкая кость. Ну, скорее всего. Эти копыта мешают в тяге, насколько я вижу, да? Да, да, да. Немножко есть такое дело. Но, опять же, научил я парня присыпкой пользоваться. Он не знал, что это такое. Ну и за копыта были сложности. На чемпионате мира в РПФ нам в декабре вылезло. Чуть-чуть она у него застревала там выше колен. Заморочились. Заодно подготовку, в принципе, практически. Какие есть упражнения или способы для того, чтобы пробить тягу таким спортсменам большеногим? Ну, слушай, пробить – это один разговор. Исправить, соответственно, косяк, который возникал из-за больших ног. Просто тяга с остановкой. В этом проблемном месте. А тяга полная с остановкой, либо только до этого уровня и обратно? Нет, именно остановкой и дальнейшее раскрытие. Приседание был запас семь с половиной. Жим, ну, такой у себя. И тяга хотел 360, чтобы у меня была цель – сумма 900. Ну, вот так вот заказали 350. Так как Николай сказал просто, ну, лучше всего не выделываться, собрать сумму и идти дальше. Ну, я послушался, в принципе, и пошел под него. Я считаю, что по 350 было видно, что 360 не нашли. Такое было мое мнение. Ну, я говорю, Саша из тех, кто горит, его надо немножко и надо потормать. Поэтому… Мне в данной ситуации лучше 350 зафиксированы с прицелом на 360 через 2-3 месяца, да, чем какая-то попытка на 360 и какое-то там легкое, пускай разочарование. Зачем? Ну, психологически, да, это укрепляет голову? Да-да, я считаю, что это комфортнее психологически. Ну, а потом, опять же, момент такой, если бы он Юру Белкину накрывал 365, допустим, в тяге, я бы его отправил. Иди, дерзай. Ну, тут смысл. Ну, ты второй железный, да, ну, спокойно, выбери сумму и все. Тем более, что он добавил, добавил. В приседаниях и в жиме ты, можно сказать, конкурируешь с Юрой, да? Я не сказал бы нет. Он мог бы больше, правда. Ну, я отстаю очень на много и дай бог, чтобы в дальнейшем я вот его догнал. Мне было бы это очень приятно. Ну, и я сам, ну, маленько об это верю. Ну, верю просто, короче. Да, даже можно сказать и без маленько. Не буду особо прибедняться. Уровень его результата в приседаниях и в жиме на сегодняшний день очень высокий. В тяге просто он не то чтобы не добирает, он показывает прекрасный результат просто у Белкина выдающийся результат в тяге. Поэтому в этой ситуации, ну, он выглядит прям достойно рекламена Юры, если он когда-то решит все-таки закончить или вдруг вернется в ФПР. Да. До тяги шли прямо плотненько? Ну, в принципе, да. И ты, соответственно, на присед поставил на 2,5 килограмма больше? Нет, я сначала заказывал, потом он после заказывал. Я же первый шел на присед, потом он шел. Я как бы 22 и 22. Ну, я просто, я же чувствую свой организм, в принципе, на этом. Ну, а что так? Я же тебе уже говорил в прошлом году, что у меня на приседе не давило уже сколько, года 4, наверное, на помосте. То есть я вот эту грань чувствую. Я либо не досяду, приторможу, если там что-то бывает с ногами, там, знаешь, ватна становится, либо еще что-то. Ну, либо, как правило, просто я Белкина заявляю о веса и все нормально получается. И вот сегодня как бы все нормально получилось. А как ты думаешь, Юра Белкин немножко завелся, вот, увидев, что есть такой молодой парень? Ну, я хочу верить, что его в какой-то мере это мотивирует. Хотя бы в какой-то. Потому что, ну, тут сам понимаешь, да, пока еще сложно говорить о том, что там Юрий наступает на пятки, тем более, что Юра опытный человек, и он, ну, грамотно. Ну, конечно, он все может оценить трезво, да? То есть, сколько, что и как там происходит. У него опыта хватает. Он большой. У него, друзья. По твоим ощущениям, как ты думаешь, Юра уже планирует завершать свою лифтерскую карьеру или нет? Это надо ее спрашивать. Но ты же опытный пользователь соцсетей, что-то видишь, что-то слышишь. Что ему не хватает мотивации, я вижу. Когда-то он мне сам об этом даже говорил. И потенциал он свой не исчерпал, я считаю так. То есть, по крайней мере, в кучу свои лучшие движения он даже не собрал еще. То есть, если он это сделает, там сумма будет интересная очень. А так, ну, видишь, в Америку не ездить, да, вот эти вот две моменты. Они тоже важны, потому что на одном помосте, допустим, с Хаком, да, было бы интересно выступить. Потому что, допустим, в наколенниках неизвестно, кто из них будет самый крутой парень на деревне, правильно же? Там уже, извините, сумасшедший результат, там появился, там как угодно считай. Вот, то есть, ну, Юр, да, в Минтах выступает. Ну, и в Минтах там тоже есть ребята интересные. То есть, я думаю, ему та движня интересна, скажем. Вот, и читает второй год, он сидит дома. Когда Юра Белкин не потянул первый подход, у тебя... Я огорчился сильно очень, да. Огорчился почему-то. Ты же мог его играть? Не интересно. Не интересно вообще. У него и форма-то, я бы сказал, ну, такая себе, не очень. И подготовка у него была очень такая, ну, маленькая очень. Я хотел, чтобы он бы, ну, потянул бы, ну, минимум 420. Вот это было бы поинтереснее уже. Это был первый раз, когда ты выступал с ним на одном помосте. Да, я был очень... Мне, мне было прям, ну, очень приятно. И так, ну, как это даже слово-то подобрать. Ну, я вдохновился очень. Его выступлениями, ну, все было очень шикарно. И даже нахождение его рядом, да, мотивировало. Да, это придает силы, конечно, в любом случае. Он в приседаниях и в жиме поднял примерно столько же, сколько и Белкин. Ну, вот в тяге, естественно, там пропасть. Но за счет чего он может добавить в тяге? Как ты думаешь, только время? Да, тренировки, уплотнение тех же ляшек. То есть он сейчас на порядок плотнее, чем был полгода назад. То есть он был более рыхлый. Сейчас он жестче и плотнее. И этот процесс будет дальше двигаться. А как уплотняться? Что нужно? Питание как-то? Либо объемы? Ну, дерьмо он не ест всякое разное. То есть он... Но и опять же, он не сидит там, да, на билдерской диете. То есть он просто здорово питается. Немного ровной нагрузки и работа. Но он же объемно тренируется. У меня как бы это... Нету такого, что один раз в неделю мы приседаем, один раз тянем. И один раз жмем. То есть он объемный. Соответственно, эти объемы сжигают, калории. Ну, уплотняется, не просто он работает, он постоянно работает. Когда ты начал заниматься с Николаем Сусловым, что изменилось? А вообще все. На этой подготовке у нас была цель именно пробить жим лежа. Потому что я жал 6 раз в неделю. До него? Нет, вот именно с ним. Вот да, именно к этому турниру. Я жал 6 раз в неделю. Соответственно, 6 тренировок у вас? Да, 6 раз в неделю. В воскресенье отдыхал. Как, грудь, плечи, нормально? Так живу еще. Все хорошо очень. Да? Да, пока я живой. Вы 6 раз в неделю, это не очень много. И откуда? Откуда эта программа? Ну, как сказать, много-немного. Результат есть, да, значит, немного. У меня на самом деле много кто жал по этому плану. План придуман немой. План придуман Павловым Чернышевым. В него внесены были коррективы. Кртуновым Владимир Владимировичем, тренер Тарасенко, Барков, да? Он же меня и научил, как все это делать. У меня до сих пор бумажка есть, его рукой написанная. Вот, еще аж в 2004 году. То есть, ну, я сам по нему добавил много. Я без химии его прожимал, без проблем этот план каждый день. Вот. То есть, ничего там нереального на самом деле нет. Ну, я небольшие коррективы тоже там у немца. Ну, понедельник, классик. Классика это. Приседание, жим. Вторник, жим. Среда, жим и жим, тяга. Четверг, жим. Пять ненеца, приседание, жим. И суббота, жим, тяга. Ну, вот так вот как бы. Объемно очень все. Ну, мне понравилось, правда. И сколько длится каждая тренировка? Ну, где-то часа полтора-два. Спокойненько так. Плюс ЛФК делаю. Каждый раз. Каждый день? Нет, ой, понедельник, среду, пятницу делаю ЛФК. Ну, в данном случае у тебя не залечивание, а профилактика. Ну, да, пока-то все неплохо вроде как. Ну, есть узлы шморля в грунтном отделе, есть сколиоз правосторонний, но это пустяки. Ну, так, конечно. Счетверо ничего нет. Можно сказать так. Спортсмен показывает выдающий результат в своем возрасте и сумму под 900 с достаточно уверенным, четким, качественным исполнением работает на 9 попыток, на 8, на 9 попыток, на последних стартах. Я считаю, что это результат из ряда вон выходящий. Поэтому, конечно, будем следить за этим парнем и желаем ему в любом случае успеха на помосте. И еще раз бы хотел, насколько я знаю, из твоих слов его Коля суслов, да, сейчас ему помогает, готовится. Да, год они вроде занимаются уместить. Хотел бы Коля сказать, чтобы он его ФПР привел. Следующий старт когда? Пока не знаем. Сейчас отдохнем, не принаделимся с Николаем точно. Где-то, наверное, ну, сентябрь-октябрь и потом поеду в Москву в декабре на ВРПФ. Ну, окей. Желаем удачи. Спасибо большое. Все доброго. До свидания. Ну, микрофон отдай. Ну, я что-то думаю, получилось-то, конечно, не очень. Первое интервью. Забыл только сказать спасибо отдельно у украинца, Александру Рубцу и Косте Мусиенко за ЛФК. Правда, это тема очень рабочая. Да, на видео.